В сентябре этого года в Азове началась очередная масштабная реконструкция автомобильных дорог. Некоторые из них перекладывают в раз в несколько лет, а в ямах других скоро можно будет сажать деревья. Радостной новостью о выделении дополнительных средств на ремонт автомобильных дорог глава администрации города Владимир Ощупкин поделился еще в апреле этого года. Информация вызвала бурную реакцию и надежду у жителей, что наконец-то у большинства улиц и переулков появится светлое будущее. Но на деле ремонтировать стали те дороги, которые имели вполне нормальное покрытие или недавно были обновлены. Высота среза тоже вызывает определенные сомнения. Согласно техническим рекомендациям по устройству и ремонту дорожных конструкций, толщина асфальтобетонного покрытия, укладываемого в один слой, составляет от 3 до 6 см. Далеко не на всех улицах срез дотягивает даже до минимального значения. Очень интересует принцип, по которому выбирались участки дорог. Ведь в городе огромное количество переулков, которые асфальтовое покрытие видели еще, наверное, в советское время. Или не видели вообще. Мнения в том любителей по этому поводу немного разделились. Есть, конечно, большее, что нуждается. Есть такие дороги, которые был недавно ремонт, ну, как скажем, 4-3 года, как по Севастопольской. Была недавно дорога, ремонт, и опять ее ободрали, опять ее ремонтируют. А вот как есть другие дороги, вообще и не было ни разу асфальта, и поэтому, я считаю, нужно делать и другие дороги, которые нуждаются в этом очень много. Есть, конечно, и другие дороги, которые, ну, они ж лучше, наверное, знают. Да лучше бы кооперативную отремонтировали. Не, ну, на самом деле, спасибо за то, что хотя бы делает это. А вообще, конечно, стоит обратить внимание на маленькие улицы и проулки. Это вот такие проездные, вообще иногда не доедешь никуда, гляньте, тут по колено ям, хотя центр города. В общей сложности планируется отремонтировать более 11 километров на 23 улицах. Самым длинным будет участок по Севастопольской – полтора километра. Начальная цена по тендеру составляла более 15 миллионов рублей. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо.